Всем привет! Сегодня на канале Алиэкспресс Страна Чудес будет обзорчик кулона с плавающими кристаллами и расскажу, где взять эти кристаллы, если вы не знаете, где их добыть. Ну и обо всем по порядку. Вот такой вот замечательный кулончик. Очень популярны такие кулоны с так называемыми плавающими кристаллами. Продаются они без кристаллов. Вот так этот кулончик открывается. Он магнитный. Вообще они есть по-разному открываются. Их сейчас величайшее множество. Самый вообще бум на них был, по-моему, где-то года два или три назад. Вообще тяжело открыть такой кулончик. Но он, в принципе, и сделан именно таким образом, чтобы было тяжело его открыть, а не чтобы из него всё высыпалось. Вот этот наполнитель, грубо говоря, вот эти вот кристаллы, которые у меня сейчас в этом кулончике, это мне приехало в подарок из другого магазина. Вот так вот я наполнила. Что сделать, если вам хочется тоже таких кристалликов разноцветных, где их добыть? Так как я всё-таки занимаюсь творчеством, и иногда у меня бывают какие-нибудь сумасшедшие идеи, я ищу, чтобы мне такое купить, чтобы разобрать это на запчасти. И под такое вот моё понимание запчастей попали вот такие вот пусеты. Стоят эти пусеты, в принципе, дёшево. Буквально там какие-то копейки. То есть пара даже сейчас у продавца в магазине со скидкой 26 рублей. То есть у меня получается две серёжки, которые наполнены вот такими вот кристалликами. Всё удовольствие 26 рублей. Ломаем вот эту серёжку, то есть вот так либо ножом подковыриваем, аккуратно. Обязательно одеть какие-нибудь защитные очки, чтобы, не дай бог, что-нибудь в глаза отлетело. И ломаем как можем. Я и ножницами подковыривала. Иногда, если нагреть вот эту часть феном очень сильно, но нагревать надо держать, в руки одевать перчатки, иначе стекло тоже нагревается, можно обжечь пальчики. В общем, ломаем, либо разбиваем. Вот я тут пыталась к обзору подготовиться. И вот так вот у меня одна серёжка. То есть это уже вторая пара. Одну пару я уже разобрала на запчасти. То есть вот этот вот шарик, он у меня лопнул. И здесь вот эти вот все кристаллики. Сразу говорю, что кристаллики сделаны из очень хитрого акрила. Это не стекло, не стекло абсолютно. Это какой-то супер-мегастойкий акрил, который практически в огне не горит. То есть он не плавится. Он становится мягким, но он не плавится. Даже из такого акрила уже делают стразы термоклеевые. Есть такие стразики. Их очень мало, но они уже есть. Могу даже показать. Вот у меня есть... Вот в этой серёжке попался такой один кристаллик. Сейчас попробуем сфокусировать. То есть здесь видно вот дефект штамповки. То есть это не стекло. Если бы это было стекло, так был бы скол. А тут наоборот вот такой наросток есть. То есть это дефект штамповки. То есть это выштампованные все кристаллики. Но тем не менее блестят они ничуть не хуже стекла, как вы понимаете. И если хотите, можно в такой кулончик. Кулончики тоже эти есть разного размера, разного всевозможного оформления. Здесь вот у меня со стразиками, есть без стразиков, есть размеры разные. У меня вот этот кулон в диаметре 3 сантиметра. У меня было такое колечко, где-то оно потерялось. Я, честно говоря, даже не знаю где. Где-то вот затерялось, потерялось. И можно вот из этих пусет вытащить вот эти кристаллики, насыпать их сюда. Если так хочется, допустим. Закрываем. И у нас получается вот такой кулон с плавающими кристалликами. Очень девчонкам нравится. И не только девчонкам, даже очень многим взрослым тетенькам. Они в восторге от таких вот кулончиков, вот с такими вот наполнителями. Вообще вот с этими маленькими кристалликами смотрится очень-очень-очень эффектно такой кулончик. Я дам ссылочку на кулончик, который есть с цепочкой. И можно выбрать там диаметр, можно выбрать вот это оформление. Дам ссылочку, где можно купить такой кулончик всего за 1 доллар. Дам вам ссылочку вот на эти пусеты, чтобы их разобрать и достать оттуда кристаллики. Вот этих пусет у продавца уже я посмотрела, всего 50 бар в наличии. Так что не ждите долго, могут разобрать. Тем более по 26 рублей, это вообще просто халява. Собственно, на этом сегодня все, что я хотела сегодня вам показать. Именно плавающий вот этот кулон. Хотела его засунуть в какой-то общий обзор, но поняла, что будет очень много вопросов каких-то, много времени. Поэтому решила снять отдельно. То есть показала вам и сам кулон очень интересный. И то, как, где взять наполнитель и сделать вот такие вот плавающие кристаллики в таком вот кулончике. На этом сегодня все. Все ссылочки есть внизу в описании. Всем удачных покупок! Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, либо ко мне в личку ВКонтакте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok